Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами начинаем увлекательное путешествие в мир физиологии человека. И тема нашей первой лекции – физиология, наука о функциях здорового организма. Я сегодня вам расскажу об этапах развития физиологии, о методах исследования функции и о функциональной системе нашего организма. Итак, что же такое физиология? Физиология – это термин, который происходит от греческих слов «физис» и «логос». «Физис» – это природа, «логос» – учение. В глобальном смысле физиология – это наука о природе, о функциях организма животных и человека, которые рассматриваются в непосредственной взаимосвязи с факторами внутренней и внешней среды. Предметом изучения физиологии является функция, а объектом – здоровый организм человека и животных. В развитии физиологии как науки выделяют два этапа основных. Первый этап – это донаучный, до 1628 года, и научный этап – после 1628 года. Донаучный этап развития физиологии характеризуется тем, что большую роль здесь сыграли в развитии физиологии известные ученые древности, такие как Гиппократ, Авиценна, Парацельс, Гален и другие. К примеру, Гален и Гиппократ разработали учение о типах темперамента, которое используется до сегодняшнего времени. Авиценне приодлежат оригинальной разработке представлений о здоровье человека, путях и способах его укрепления. Далее – научный этап развития физиологии. Научный этап развития физиологии начинается со времени выхода в свет в 1628 году книги «Анатомические исследования о движении сердца и крови у животных» труда известного английского врача и физиолога Уильяма Гарвея, в которой впервые было сформулировано представление о движении крови у животных в системе большого круга кровообращения. Весомой вехой в развитии физиологии можно считать работы известного французского ученого Рене Декарта. Он впервые сформулировал представление об отражательном механизме. Впоследствии чешским ученым Прохасской этот механизм был назван рефлексом. Мы до сих пор его так и знаем. Чарльз Шерингтон, английский нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии 1932 года, сформулировал основные принципы координации рефлекторной деятельности. И им впервые была создана школа рефлексологии. Большой вклад в развитие физиологии также внесли работы Луиджи Гальвани, которые были посвящены исследованиям биоэлектрических явлений в тканях. Его исследования легли в основу нового научного направления, которое было названо электрофизиология. В дальнейшем Эклс, Хаксли и Ходжкин продолжили исследования в этом направлении. И в 1963 году они были отмечены Нобелевской премией за открытие в области ионных механизмов возникновения мембранного потенциала, потенциала действия, возникновения нервного импульса, другими словами. Большой вклад в развитие представления о функциях центральной нервной системы также внесли англичанин Белл и француз Мажанди, которые независимо друг от друга сформулировали закон о том, что задние корешки спинного мозга являются преимущественно чувствительными корешками, а передние корешки являются моторными или двигательными. В дальнейшем достижениями 20 века, которые также были отмечены Нобелевской премией в 1936 году, являются открытие австрийским ученым Леви и английским физиологом Дейлом химического механизма передачи нервных импульсов через синапсы. Работы Сеченова совершили прорыв в развитии физиологии и в объяснении механизмов целенаправленного поведения человека. Создали базу для научного объяснения психических явлений. В 1863 году Иван Михайлович Сеченов написал свою известную книгу «Рефлексы головного мозга», в которой он впервые, основываясь на рефлекторных позициях, объяснил механизмы высших психических функций человека. Ну и, конечно, стоит обязательно отметить известнейшего российского ученого Ивана Петровича Павлова. В 1904 году ему была присуждена первая Нобелевская премия за исследования в области пищеварения. Думаю, все вы их прекрасно знаете еще со школы, учения об условных рефлексах. Помимо этого, Павлов является также исследователем и известным ученым в методах разработки нейрофизиологических механизмов высшей нервной деятельности у человека и животных. Я думаю, что нельзя пройти мимо и трудов нашего современника Петра Кузьмича Анохина, который, к сожалению, совсем недавно ушел из жизни. Петр Кузьмич Анохин на основе учений Сеченова и Ивана Петровича Павлова разработал свое учение, теорию о функциональных системах. Это направление по существу в настоящее время является реализацией идей кибернетики и биологии. Следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, это методы исследования функций. Конечно, я не смогу в этой лекции коснуться всех методов, но попробуем с вами разобрать основные методы. Итак, одним из основных методов исследования физиологии является метод наблюдения. Считается, что хорошим физиологом может стать только тот, кто умеет наблюдать за процессами. И вы знаете, зачастую по кожным покровам, по поведению человека, по его взгляду можно определить те или иные проблемы, которые существуют у данного индивида. Функции можно изучать в процессе простого наблюдения за объектом в виде специально организованного эксперимента. По форме организации эксперименты могут быть острые и хронические. Примером острого эксперимента в данном случае может быть изучение динамики артериального давления, например, которое находится под наркозом. А примером хронического опыта могут служить опыты по долговременному изучению закономерностей функционирования, скажем так, околоушной слюной железы, у которой предварительно в ходе операции наружу был выведен проток. Вот если вы вспомните эксперименты Ивана Петровича Павлова, они, собственно, были посвящены именно этому, когда он устанавливал фистулы. Следующий метод – это метод раздражения. Раздражитель – это любое изменение во внешней или внутренней среде организма. Раздражая те или иные ткани, мы можем с вами обнаружить усиление или ослабление тех или иных функций, изменение жизнедеятельности организма. Следующая группа методов, большая группа методов, которая достаточно успешно используется сегодня в современной физиологии – это электрофизиологические методы. Во многих тканях в процессе их раздражения и возбуждения возникают электрические явления. И отличительной особенностью данных электрических процессов является достаточно широкий диапазон их частотных характеристик и низкая амплитуда. Поэтому для их регистрации требуются специальные приборы, электроды и специальные приборы, которые увеличивают амплитуду, то есть усилители. Хирургические методы также находят свое применение в современных условиях, в современной физиологии. К ним относится перерезка каких-либо структур, например, нервных волокон. Перерезав блуждающий нерв, мы обнаружим усиление, увеличение частоты, сердечных сокращений и так далее. Удаление или разрушение каких-либо структур, например, нервных ядер, гипоталамуса, гипофиза, участков органов и тканей. И с последующим наблюдением за функциями организма, за наблюдением выпадений или усиления тех или иных функций. Хирургическое моделирование достаточно широко используется в настоящее время. Например, по типу операций Гейденгайна Павловских, которые он проводил. Далее, большой раздел физиологической науки отведен сегодня функциональным системам, о которых я говорил вам в начале, разработчикам, вдохновителям идеи, теории о функциональных системах является Петр Кузьмич Анохин. Функциональная система – это временная совокупность органов, которые принадлежат разным анатомическим и физиологическим структурам, но обеспечивают выполнение особых форм физиологической деятельности или определенных функций. Например, при повышении артериального давления у человека в работу включаются сердце, легкие, большой и малые круги кровообращения, почки, ренин, ангиотензин, альдостероновая система и так далее, электролитный состав крови, астматическое давление крови. Все эти механизмы направлены на восстановление гомеостаза, то есть на возврат функций организма к их физиологической норме. Функциональная система обладает определенными свойствами. Это саморегуляция, то есть она саморегулируется динамичностью, распадается, как только достигнут желаемый результат. Любой. Решаете ли вы математическую задачу, лечите ли вы больного, пишете ли вы картину, сочиняете ли вы какую-то музыкальную композицию. Как только достигается результат, которого вы ожидали, функциональная система распадается. Ну, а если результат не совсем соответствует тому, что вы себе нарисовали в голове, представили, то процесс творчества продолжается. Собственно, наше творчество на этом и основано. На том, что люди перфекционисты, талантливые люди, они всегда стремятся улучшить свой результат. Поэтому за разрушением одной функциональной системы следует другая функциональная система. Ну и также отличительной особенностью функциональных систем является наличие обратной связи. Как только организм получает результат, тут же органы начинают сигнализировать центральную нервную систему о том, что вот результат получен и все хорошо. Захотел я сегодня с утра выпить чашку кофе, выпил чашку кофе. И тут же организм желудок, кровь сигнализирует мозг о том, что я удовлетворен, кофе был прекрасный. Или наоборот, кофе не совсем получился, и тогда я буду предпринимать следующие попытки. Выпью или чаю, или заварю себе другую чашку кофе. Благодаря присутствию в организме таких систем функциональных, наш организм может работать как единое целое. Ну и еще одно очень важное понятие в физиологии – это понятие гомеостаза. Что же такое гомеостаз? Гомеостаз – это совокупность биологических реакций, которые обеспечивают постоянство внутренней среды организма. Внутреннюю среду организма составляют кровь, лимфа, цереброспинальная жидкость, тканевая жидкость и так далее. Есть еще такое понятие, как гомеокинез. Гомеокинез – это неразрывно, конечно, связан с гомеостазом. Гомеокинез – это все механизмы, направленные на поддержание гомеостаза, на поддержание постоянства внутренней среды организма. Французскому физиологу Клоду Бернару принадлежат слова, которые, конечно, радуют слух всех физиологов. Клод Бернар сказал, в медицине нет никакой другой науки, кроме физиологии. Все остальные науки – ее производные. Клод Бернар является автором учения о постоянстве внутренней среды, как необходимом условии жизни высших животных и человека. Впоследствии это представление легло в основу учения о гомеостазе, известного американского физиолога Уолтера Кеннона. Итак, уважаемые друзья, нормальная физиология – это наука, определяющая жизненно важные параметры организма, которые широко используются в медицинской практике. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok